Урок восьмой. Задача первая. Заказ по выпуску машин завод должен был выполнить за 21 день. Завод выпускал ежедневно по 6 машин сверх плана и выполнил заказ за 18 дней. Сколько машин выпустил завод? Давайте за х обозначим производительность по плану. Допустим, х машин завод должен был выпускать каждый день и работать при этом 21 день. Если 21 умножить на х, получится план. Вот столько машин нужно было сделать по плану за 21 день. Завод выполнил план за 18 дней, ежедневно выпуская по 6 машин сверх плана. То есть производительность была х плюс 6 машин в день и работал 18 дней. Решаем уравнение. Находим х. Х равен 36. Это производительность по плану. 36 машин в день. Вопрос задачи. Сколько машин выпустил завод? Можно подставить х вот в это выражение, а можно в это. Потому что завод выполнил план за 18 дней. Так, 21 умножить на х. 756 машин. Столько машин выпустил завод. Задача вторая. Из двух пунктов на реке, расстояние между которыми 60 километров, одновременно на встречу друг к другу вышли две моторные лодки, собственные скорости которых равны. Через 3 часа они встретились. Надо найти собственную скорость каждой лодки. Давайте за х обозначим собственную скорость, а собственные скорости этих лодок одинаковые. А за у обозначим скорость течения реки. Встреча произошла через 3 часа. То есть первая лодка находилась в пути 3 часа и вторая. Движения на встречу друг к другу. Через 3 часа они встретились. В общей сложности они прошли 60 километров. Скорость той лодки, которая идет по течению, собственная плюс скорость течения реки. Время движения 3 часа. Лодка, которая идет против течения, собственная скорость минус скорость течения реки. Это скорость против течения. Время в пути 3 часа. И в общей сложности было пройдено 60 километров. Раскрываем скобки. Взаимно уничтожаются вот эти слагаемые. Их сумма равна нулю. Слева будет 6х, справа 60, х равен 10. Значит, собственная скорость каждой лодки – 10 километров в час. Задача третья. При каких значениях параметра а уравнения имеют только один корень? Слева от знака равенства модуль х. Справа от знака равенства выражение, которое содержит параметр а. Параметр а может принимать различные значения. Если справа от знака равенства число отрицательное получится, то тогда решения нет. Если будет 0, то тогда единственное решение х равен 0. А если будет такое значение параметра а, что получится положительное число, то тогда будет 2 корня. Вопрос. При каком значении параметра а? Один корень. Значит, здесь должен быть 0. 0 будет в том случае, если а равно 5. 5 минус 5 – 0. Тогда данное уравнение имеет единственный корень х равен 0. Итак, ответ а равно 5. Задача четвертая. При каких значениях параметра а уравнение не имеет корней? Давайте раскроем скобки. Если перед скобками стоит минус, раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. Значит, будет минус 6 плюс х. Теперь надо перенести вот это слагаемое из правой части равенства в левую. Знак поменять на противоположный. А минус 6 надо перенести слева направо. Знак поменять на противоположный. Что будет слева? 2х минус 2х – это 0. А что справа? А справа выражение, которое содержит параметр а. Если параметр а принимает значение минус 6, то тогда слева 0 и справа 0. х – любое число. Если же параметр а принимает любое другое значение, кроме минус 6, то тогда здесь 0 слева, а справа число, отличное от 0. Решения нет. Итак, корней нет в том случае, если параметр а принимает значение, отличное от минус 6. То есть а не равно минус 6. Задача пятая. Решите уравнение под знаком модуля, выражение, которое содержит х. Модуль вот этого выражения равняется 2. Модуль какого числа равен 2? Плюс 2 и минус 2. Значит, раскрывая модуль, надо приравнять 5х минус 3 к 2 и надо приравнять 5х минус 3 к минус 2. Данное уравнение имеет 2 корня. Если 5х минус 3 равно 2, х равен 1. Это первый корень. А если 5х минус 3 равняется минус 2, х равен 1 пятой. Итак, данное уравнение имеет 2 корня. 1 и 1 пятая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...